Здравствуйте! Меня зовут Сергей Стариков. Вы смотрите обзор происшествий за минувшую неделю. Днем 28 марта в районе дома номер 34B на Олексинском шоссе в Туле столкнулись сразу 5 автомобилей. Автовышка ГАЗ, Хюндай, Тойота, Реной и Фольксваген. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал, если не считать поврежденных машин. А вот буквально в это же время на Павшинском мосту в Туле столкнулись еще несколько авто. Volkswagen, Mitsubishi Lancer и Subaru. Здесь пострадали сразу 4 человека, в том числе несовершеннолетний ребенок. Кроме того, предполагаемый виновник ДТП оказался в нетрезвом состоянии. Мужчина, 1975 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на пол с встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Subaru под управлением мужчины 1972 года рождения, с последующим столкновением с автомобилем Mitsubishi под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате ДТП пострадало 4 человека, в том числе несовершеннолетний, 11-летний мальчик. Вечером 29 марта в доме номер 1 на улице Щербина в Ясногорске прогремел взрыв, который полностью разрушил одну из квартир и повредил еще несколько. Также в результате происшествия на уровне 4-5 этажа частично обрушилась стена дома. Ну вот я дома была в квартире, легла, только телевизор выключила, задремала. Такой удар, это страшно, летят все двери, его дверь влетела ко мне в квартиру. Там коридор у нас, вот как отсюда до этой, металлическая дверь моих, три двери сшила, заловская четвертая, до спальни, я там не знаю, что там в зале, картины вижу валяются, на кухню не заходила, я перепугалась, света нет, телефоном посвятила, ни фонарь не могу ничего найти, выйти не могу. Там мне все это разрушено, все это валяется. Я вот к ней зашла, постучала, она мне одеться, потом уж эти пожарники в МЧС вынесли куртку, штаны нашли. Поразительно, но обошлось без погибших и раненых. И это единственное, что можно назвать счастливым сечением обстоятельств в данной истории. В 21.25 поступил сигнал, предварительный взрыв бытового газа на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома, восьми подъезда, вот за моей спиной видно, отошла стена, клипы перекрытия четвертого, пятого этажа обрушены, плюс межкомптные стены тоже разрушены. Какая сейчас группировка задействована, сколько здесь сотрудников МЧС работает? Общая группировка сил РСЧС Тульской области на данный момент 197 человек, силы и средства от МЧС 126 человек личного состава и 57 единственных. Пострадавших и погибших есть? Пока пострадавших и погибших нет. Работает следственный комитет, как отработает свои вопросы, мы начнем разговор пятого этажа, и после этого мы сможем полностью ответить на это. На следующий день, после осмотра дома специалистами, в том числе с помощью аэросъемки, спасателям удалось демонтировать остатки поврежденной стены. С 1 апреля пострадавшим начали воплачить единовременную материальную помощь. Согласно указу в Рио губернатора Тульской области Алексея Дюмина, выплаты положены тем, кто зарегистрирован в пострадавшем подъезде. Сумма компенсации от 10 до 100 тысяч рублей. Всего на данной цели выделено 5 миллионов. Кстати, как удалось нам выяснить, хозяин зарывавшейся квартиры в момент происшествия находился в городе Чехов Московской области, где он работает грузчиком. После ЧП полицейские встретили мужчину прямо на вокзале. В беседе со стражем порядка хозяин квартиры сообщил, что шокирован произошедшим и не может назвать хотя бы предполагаемую причину взрыва. Следствие пока тоже не озвучило официальную версию взрыва. Напомню, если вы стали чьюцем происшествия, не можете найти справедливости или хотите рассказать свою версию о каком-либо происшествии, звоните по телефону, который вы видите на самом экране. На этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова